Маргарита и Асель еще полгода назад называли себя просто домохозяйки. Каждая мама четырех детей. По образованию девушки экономисты, но семейная жизнь не дала построить карьеру. Жизнь женщин поменялась, когда к ним постучали сотрудники центра занятости. Я слышала еще с прошлого года, что от центра занятости можно пойти абсолютно бесплатно обучиться на этих курсах, плюс еще получить стипендию. И как-то не решалась, а после Нового года решила начать новую жизнь. Профессию я свою уже стопроцентно нашла. Я уже знаю, чем я буду заниматься. Я знаю, что это я смогу сделать, что наконец-то я и на пенсию смогу выйти, что и пенсионное отчисление, и медицинская страховка у меня будет, и занятость у меня будет. Не буду я сидеть дома. Во время подворового обхода женщин поставили на учет, как безработных предложили пройти краткосрочные курсы. Теперь они учатся на парикмахера и визажиста, получая стипендию в размере 16 тысяч тенге. Сотрудники центра занятости говорят, в таких случаях решается сразу несколько проблем. И трудоустройство, и социальное отчисление. В прошлом году перепрофилирование прошли 3000 человек, половина из которых уже работают. В 2018-м за партой сели 200 горожан. Чтобы они в будущем могли получить бесплатное, за счет медицинского страхования, получили бесплатные медицинские услуги. Также по дворовому обходу адресно каждому жителю приходят сотрудники. Наши также сотрудники налогового комитета проводим разъяснительную работу. Также те, которые заявляют себя безработными, не зарегистрированы безработными гражданами, мы их приглашаем, чтобы оказать содействие в трудоустройстве. По дворовому обходу проводили с начала прошлого года. Соцработники актуализировали или вывели из тени 53 тысячи горожан. Буквально поголовно определили, кто работает на себя. К примеру, таксисты, нянечки, кондитеры на дому и другие руководительницы. Есть и просто домохозяйки. У всех не было соц. счислений. А это значит, рассчитывать на медпомощь они не могли. Актуализированные статусы по городу Алматы – это по 53 тысячи физическим лицам. Это, конечно, цифра сравнительная, небольшая. Это 20 с чем-то процентов. Из этих 53 тысячи, по которым мы работаем, это значит по наемным работникам 20 тысяч легализованных физических лиц и 1207 физических лиц зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Теперь те, кто получал зарплату в конвертах, заключают трудовые договоры. А те, кто работал на себя, стали индивидуальными предпринимателями. Процедуру оформления ИП с этого года упростили. На сегодняшний день не определен статус у 190 тысяч горожан. 20 тысяч человек прописаны, но фактически не проживают здесь. Работа по определению их соц. числений будет продолжена. Алматы.